В Казахстане под усиленную охрану взято свыше 9 тысяч жилых домов, расположенных в зоне подтопления. Об этом сегодня сообщили в Министерстве внутренних дел. Это жилье людей, которых пришлось эвакуировать в безопасное место. Без малого 12,5 тысяч человек. Крыши над головой для многих стали пункты временного размещения. Какую еще помощь оказывают власти сегодня, узнал Бахтияр Даркеев. Мы сейчас находимся в Республиканском информационном штабе. Сюда стекается и обрабатывается вся информация по ситуации в регионах пострадавших от паводков. Причем в ее достоверности нет сомнения, ведь поступает она от официальных государственных органов. Здесь же на месте для журналистов проводятся пресс-конференции с участием органов власти. Штаб работает круглосуточно и без выходных. Почти каждые полчаса в прямом эфире выступают официальные представители центральных госорганов. Такая чистота объясняется тем, что ситуация в пострадавших от паводка регионов меняется с невероятной скоростью. Например, только сегодня утром МЧС сообщало об эвакуации в безопасное место 75 тысяч человек. А уже вечером это число превысило 76 тысяч. Почти половина из них – дети. В пунктах временного размещения находится 7703 человека, из них 3266 детей. Воздушными судами МЧС, Министерства обороны и Национальной гвардии продолжаются спасательные работы. В аварийно-спасательных работах задействовано порядка 16 тысяч человек и более 3000 единиц техники, 6 воздушных судов. В настоящий момент в воде по-прежнему остаются почти 3500 домов. Впрочем, цифра не окончательная. Угрозу в себе таят реки на особом контроле водоемы Кустанайской области. На главной артерии Кустанайской области реки Табол, Житикаринская, Денисовская, Кустанайские, Мендыкаринские районы и ее притоках Уи, Аят, Тогзак и Обаган наблюдается ледоход и высокие уровни воды. Колебания составляют от минус 53 сантиметров до плюс 142 сантиметров. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, возможно, превышение опасной отметки, что приведет к увеличению уровня воды и выхода рек на пойменные участки. А еще синоптики предупреждают о внушительном разливе реки Есиль в Северокостанской области, а также Норе на границе Акмолинской и Карагандинского регионов. Впрочем, все экстренные службы на сегодня находятся в боевой готовности. Например, Минздрав рекомендовал городским больницам оказать поддержку районным лечебницам. На уровне Министерства здравоохранения готовится план по оказанию медицинской помощи вместо тех медицинских организаций, которые остались на месте подтопления. Проводится штаб по организации медицинской помощи всем регионам. Будут направлены ответственные лица в пострадавшие регионы. Спасательные операции привлекли и полицейских. Их задача не только охранять общественный порядок в зоне ЧС, но и защитить граждан от мародерства. Под охраной полиции сейчас находится более 9 тысяч покинутых жилых домов и иных объектов. Мародерств не допущено. Организовано безопасное пребывание граждан в 80 крупных пунктах временного размещения. Особое внимание уделено дорожной безопасности. Введено и поддерживается ограничение движения на 14 участках дорог республиканского значения в 7 областях. Тем временем на случай экстренной ситуации МЧС дополнил список номеров телефонов горячей линии. Звонить теперь можно не только в центральный государственный орган, но и его региональные подразделения. По данным спасателей, на нее уже позвонили свыше тысячи человек. Бахтияр Даркеев, Рейнбек Бегужаев, Жибек Жоле.